Эхо Лондонской Паралимпиады сегодня расслышали в Екатеринбурге. Уральская часть национальной сборной вернулись на родину. И рассказала Надежде Марковой, отчего серебро порой даже дороже золота. Здесь лежат мои самые интересные награды. Тех трех паралимпийских игрок. На вот это вот медаль, она последнего года. Довольдя мы на 2012 году в Лондоне. Какой ценой Артему досталось это серебро, только он один знает. Ведь в детстве олимпийский чемпион даже не мог ходить. Теперь ноги паралимпийцы называют золотыми. Вот сейчас мы его прихлебим. А вот сейчас 60 метров, вот 200 метров осталось, 150 метров мы его начинаем обходить. Новое серебро для спортсмена дороже золота. Он всю жизнь борется даже не с соперниками, а с судьбой и самим собой. На паралимпиаде в Лондоне Артем пробежал быстрее, чем в Пекине. Это серебряная медаль, она была заводевана в сильнейшей борьбе. И в общем-то я считаю, что это адекватная награда. И я его принимаю адекватно. То есть это серебряная медаль, я заслужил, я этим очень доволен. Вместе с Артемом в Лондоне за медалями гонялись еще 15 свердловчан. Домой они привезли только две серебряные медали. Но по словам тренеров, в таком состязании, как паралимпиада, участие – это уже победа. Четыре медали было в Афинах, четыре медали было в Пекине. Конечно, мы рассчитывали и в этот раз, ну, где-то выдержать этот параметр. Здесь, может быть, больше надо говорить о том, что не количество медалей, а то, что ребята молодцы, то, что они проявляют действительно подвиг, защищая честь нашей области, честь страны на паралимпийских играх. Медали ждали и от сборной по волейболу сидя, в ней сплошь екатеринбурцы. Домой спортсмены вернулись с почетным четвертым местом и под впечатлением. Автобус, на котором они ездили по Лондону, обстреляли. Когда это произошло, вот только выстрел, дырка, дырочка во пне, мы все любопытствовали, что же это. Но нас остановили полицейские. Никакой паники, никакого отрицательного влияния. Это спортсмены хотят доказать делом. Они уже начали подготовку к чемпионату мира по волейболу и к следующей паралимпиаде. Надежда Маркова, Ксения Башкирцева, Руслан Шарафудинов. Новости 41 канала.